Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Познакомилась с мужчиной в интернете из другого города, до встречи он часто мне звонил, специально интересовался и всячески подчёркивал, что ищет только серьёзные отношения. На свидание приехал с свиданиями, потом был ресторан, прогулка, разговоры, был интим. Всячески опять же подчёркивал, что только серьёзные отношения, и во мне он очень заинтересован. После свидания на следующий день сказал, что у него заболел сын, надо ехать к сыну. Восемь дней был там, не звонил и не писал. Я тоже не писал. Потом появился, отвечает односложнее на смс, говорит, что на работе. Сейчас написал им, что заболело, ответил, пей чай с лимоном побольше. И всё. Но когда я ему говорю, что чувствую его незаинтересованность, отвечает и говорит, что всё хорошо, успокойся. Ему 41, мне 36. Если это важно. Эта история длится три недели. Как бы он не должен мне помощь предлагать. Но чисто по-человечески я бы спросил, а надо ли что лекарство, витамины, мандарины. Я чувствую его незаинтересованность, а мне говорят, неправильно чувствуешь, я очень заинтересован. Мне кажется, что здесь во многом вопрос ваших ожиданий, с одной стороны. То есть это вопрос того, что вы сами ждёте от отношений. Это вопрос того, что вы сами хотите. И столкновение как бы с реальностью, с реальностью человека, да. С одной стороны, то есть несоответствие реальности и ваших ожиданий. С одной стороны. И с другой стороны, как мне кажется, некоторое такое вот не обеспечение того, что вы сами хотите. То есть понимаете, как бы вы говорите довольно много о серьёзных отношениях. Вы говорите довольно много о том, что хотите в серьёзных отношениях. Но при этом история вашего взаимоотношения, да, история ваших взаимоотношений, она всячески, на мой взгляд, демонстрирует как раз таки их несерьёзность. Потому что, во-первых, знакомство в интернете, что само по себе уже предполагает определённую поверхностность, вот. Во-вторых, как я понял, секс на первом свидании, вот. И, соответственно, на мой взгляд, явный недостаток чего-то общего между вами. Хотя здесь, в принципе, я могу ошибаться. Вот. То есть, иными словами, здесь больше речь идёт о том, что вам хочется серьёзных отношений, вот. Вы не совсем осознаёте свою потребность и не совсем видите то, как можно это продвигать. То есть если в качестве ценности у вас выступают именно серьёзные отношения, что является в общем и целом нормальным абсолютно, да. Если у вас в качестве ценности выступают именно серьёзные отношения, то вам, очевидно, нужно действовать, ну, вот, несколько... На мой взгляд, в другом ключе, да, вот, не совсем так, как действуете вы. То есть не знакомиться в интернете, а если знакомиться, то давать какую-то большую возможность себе и партнёру, да, как-то вот друг друга узнать. Не вступать в интимные отношения на первом, скажем так, свидании, да, и так далее. А сейчас получается диктамия. Вы себя зарекомендовываете как человека, который может познакомиться в интернете, может вступить в интимные отношения на первом, свидании, но в то же время хотите серьёзных отношений. Вот, это в какой-то степени, ну, вот, вызывает такую, такую вот диссоциацию. И на мой взгляд, вам надо бы решить всё-таки вот в данном случае проблему такую, как доверие себе. То есть, на мой взгляд, здесь и сейчас вы себе вот не доверяете в полной мере, потому что, ну, если вы чувствуете, что человек не заинтересован, если вы чувствуете, что он ведёт себя так, как ведёт, то доверять нужно всё-таки себе и своим эмоциям, своим переживаниям, своим реакциям в большей степени, нечем помочь, что говорит, например, мужчина. А здесь получается, что вы что-то чувствуете, человек с этим не соглашается, селяет таким образом в вас неуверенность в себе, ну, вот, и вы, соответственно, ищете поддержки у психологов. А точнее, даже не поддержки, а, скорее всего, подтверждение чего-то, ну, как бы, о чём вы, скорее всего, догадываетесь сами, да, но либо не хотите признать, либо, вот, ну, не можете признать. Вот, и, соответственно, таким образом, на мой взгляд, вам имеет смысл работать в этом направлении. Да, то есть, вот именно вопрос, вот эти вот вопросы, на которые я ответил, то есть, которые я озвучил в данном случае. А ещё могут быть, конечно, элементы неуверенности в себе, могут быть элементы страхов, могут быть элементы комплексов, могут быть элементы, например, неосознаваемых потребностей, как, например, здесь вы говорите в заинтересованности вами, мужчины, и в некой такой вот потребности в серьёзных отношениях. Это про что? Это про то, что вы опираетесь на мужчину, с одной стороны, да, это про то, что вам важно, чтобы вам были заинтересованы, а значит, вы обесцениваете в какой-то степени, получается, в этом смысле, сами себя, и вам нужны серьёзные отношения, серьёзные отношения нужны, когда человек нуждается в защите, когда человек чувствует себя незащищённым, и это является отдельным таким пластом, да, для личной терапии, личной работы над собой, когда человек самостоятельно обеспечивает себя защитой, вот. Далее, это более открыто говорить о своих чувствах, то есть, если вы чувствуете и считаете, что, ну, вот, в ситуации, в которой вы оказались, да, вам нужно предложить помощь, да, если вы считаете, что это то поведение мужчины, которое должно быть, вот, то в таком случае необходимо об этом говорить, потому что мужчины не умеют читать мысли, люди не умеют читать мысли, и когда вы, допустим, терпите, когда вы, допустим, как-то вот зажимаете себя, да, подавляете себя, то уважение и восприятие вас как ценности, к сожалению, не прибавляются. То есть, сложно воспринимать с позиции ценности человека, который вот сам, в общем и целом, как бы себя подавляет. И последнее, наверное, сейчас, на что хотелось бы мне обратить ваше внимание, это на, вот, локальный ваш конфликт, в чем он заключается. То есть, вы говорите, что я что-то чувствую, мне говорят, что это неправда, и что дальше? То есть, смотрите, вы здесь чему отдаете предпочтение, вы здесь чему отдаете, так скажем, приоритет? Вы отдаете приоритет мужчине или отдаете приоритет себе? То есть, важнее, важнее, то, что вы чувствуете сами, важнее и справедливее для вас, потому что вы сами в этом смысле, ну, как бы, конструируете свою реальность, вы сами в этом смысле, как бы, ее создаете, вот. Да, вы можете ошибиться, да, вы можете быть неправы, да, вы можете, там, ну, грубо говоря, да, человека, там, ну, как-то, вот, допустим, не знаю, неправильное понятие, да, например. Ну, вот, это действительно правда. Но за эти решения, вот, так или иначе, за эти решения ответственности вы сами. И зависит, зависит здесь все от вас. Понимаете, какая штука? То есть, если сейчас по факту получается такая ситуация, что вы зависите больше от человека и на него опираетесь, ну, что вот вы, в принципе, может быть, делали даже изначально, то ваша задача научиться опираться только на себя, вот. и продвигать свои ценности, продвигать свои, свои, как бы, идеи, свои личные границы, вот, отстаивать и, как бы, говорить о том, что вы чувствуете. Иными словами, если вы вступаете в какие-то отношения, если вы что-то в отношениях делаете, не важно, что это, ну, вот, то есть, это может быть, вот, ну, в данном случае, это может быть, как и секс, это может быть, как и, значит, какое-то времяпровождение, да, это может быть, в принципе, ну, знакомство, допустим, в интернете и так далее, не важно особо, вот, то вам, на мой взгляд, необходимо самостоятельно нанести за это ответственность. То есть, вы, как бы, за это отвечаете сами. Вот, и если вы, например, чувствуете, что делая, делая какие-то вещи, совершая какие-то вещи, вы, ну, вот, так сказать, погружаетесь, вот, да, давайте вот такой, наверное, мы с вами используем здесь термин, да, погружаетесь в определенные эмоции негативные, да, то есть, например, вы что-то делаете, к примеру, там, допустим, занимаетесь сексом, да, вот, и вы, как бы, не готовы заниматься сексом с человеком, с которым у вас, как бы, ну, неопределенное будущее, допустим, вот, и если это так, то с таким человеком заниматься сексом в надежде, что, может быть, вот это самое будущее у вас будет, ну, наверное, идея не лучше, именно, вот, ну, с точки зрения, как бы, обеспечения, собственно, безопасности. И получается, по факту, такой вот замкнутый круг, когда вы несколько не слышите себя, да, когда вы несколько, вот, себя можете игнорировать, да, вы, там, отдаёте, там, не знаю, предпочтение, там, допустим, ну, вот, ну, мужчине, да, к примеру, вот, вы отдаёте предпочтение мужчине, с одной стороны, вот, и в то же время хотите защищённости. И, на мой взгляд, вот, тут всё зависит от того, как вы сами эту всю историю видите, понимаете? То есть вопрос не в комментарии к этому, самый, ну, какой, ну, какой может быть комментарий, да? Встретили два человека, каждый, каждый, в общем-то, со своими интересными, вот, каждый со своими желаниями, вот, как бы, какие могут быть, в общем, в общем, комментарии, вот. Дело не в комментариях, а в том, чтобы вам более естественно и более полно, вот, продвигать свою позицию с одной стороны, решить свои конфликты, проблемы страхов, неуверенности в себе, с другой стороны, вот. и более чётко определиться с моделью, например, с моделью женского поведения, вот, чтобы быть именно той женщиной, допустим, которой вы хотите быть, которой вы себя чувствуете, не соглашаясь, а при этом на меньшего, вот. Потому что соглашаясь на меньше, вы себя таким образом предаёте. Я думаю, так можно ответить вам на вопрос, да? Да? То, что я бы хотел ещё пояснить, дополнительно, да? Вот, вы пишете, значит, у него заболел сын, он был в 8 дней там, и не звонил. Вот, понимаете, как бы, все люди разные. Для кого-то нормально позвонить, для кого-то нет. Для кого-то нормально ожидать звонка, для кого-то нет. Если не говорить об этом, да, потому что вот, когда, например, вы чувствуете, когда вы говорите, что чувствует его незаинтересованность, да, это проекция. То есть, это приписывание другому человеку того, что вы чувствуете сами. Иными словами, вы сами, вы сами чувствуете свою незаинтересованность, вы сами чувствуете незаинтересованность в себе самой, простите, простите, вот, вы чувствуете, вы чувствуете незаинтересованность в себе самой, вот, и приписываете не заинтересованы как бы мужчине. Потому что обычно человек, вот как бы, ну вот как вы пишете, да, что он вот говорил, что хочет серьёзные отношения, значит, вот это всё, вот. Это обычно про людей, которые сами себе не очень интересны, Екатерина. Вот, извините, пожалуйста, если вам это неприятно слышать, но это правда. Вот. И как бы в этом смысле вы занимаетесь проекцией, то есть приписываете человеку то, что испытываете сами, но при этом не проживаете свои чувства, да? Вот. То есть, например, не говорите прямо, мне нужна помощь. Чтобы убедиться в том, как человек к вам относится, нужно получать обратную связь. И обратную связь нужно получать. Но самое важное, когда вы говорите о том, что чувствуете его не заинтересованность, это не то, чтобы не самое важное. Это вы говорите не о том, потому что это всегда можно оспорить. Поэтому здесь ещё необходимо обучаться коммуникацией с одной стороны и развивать внимательность к своим чувствам с другой. Вот. Это может стать основой для вашей терапии, для работы над собой индивидуально. Вот. Если это не первые отношения, которые у вас не складываются, то имеет место быть скорее всего сценарий. Сценарий необходимо анализировать с точки зрения поведения, с точки зрения родительских отношений и, соответственно, уже дальше это корректировать. Вот. Что касается комментариев по поводу ситуации в целом, мне кажется, что здесь просто не совпадение ваших ценностей, не совпадение ваших целей с одной стороны и с другой стороны сыграло роль ваша невнимательность к себе. Вот. Вы заинтересованность мужчины интерпретировали как более глубокую. Потому что лично меня бы насторожил тот факт, что человек говорит, что хочет серьёзных отношений. Вы присмотрите внимательно. Когда человек раскачивал серьёзных отношений, он игнорирует, пропускает личность того человека, с которым он эти самые отношения выстраивает. Потому что мы не знаем, какие отношения получатся. И никто не знает, что такое серьёзные отношения. Что такое серьёзные отношения? Неизвестно. Знаете, неизвестно, что это такое. Вот. Но люди и хотят. А значит, решают какую-то свою проблему. А решение своих проблем в отношениях не лучшая идея. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Спасибо. Спасибо. Спасибо.